Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже в Екатеринбурге плюс 28 мы уехали. Ева из окна увидела бассейн. Раз 10 попросила нас встать на подоконник, чтобы посмотреть на него еще раз. Все, хотела купаться. Так что сегодня у нас такой день ленивый. Будем смотреть, что вокруг, гулять и у Басика отдыхать. Очень симпатичная гардеробная. Просто все в хаосе. Ереван 2021. У нас есть карточки Дэн и Саша. Мы будем задавать вопросы, кто из вас и нужно, как бы, типа, показать Дэн или Саша. Ну, сейчас ты поймешь. Кто из вас раньше встает? И мы не должны посмотреть друг друга, а потом показать. На счет три? Да, раз, два, три. Дэн, кто из вас любит готовить? На счет три. Раз, два, три. Кто из вас более заботлив? Да, продумать. Я готова. На счет три. Кто из вас не любит спорить? Чисто можно не показывать. А, да, вот это так вот. Да. Кто из вас недовольен своим весом? Скорее, наверное, ты. Не, я вообще всем довольна. Прекрасно чувствую себя в любом весе. Кто из вас умеет плавать лучше? Да. Да. Он еще задерживал дыхание на три минуты. Кто из вас более страстный? Спасибо. Ты не ищешь страсти. Ага. Кто из вас не любит гречневую кашу? Григорий, вот такой вопрос. Нет таких людей. Гречка вон лав, вообще. Кто из вас лучше переносит морозы? Морозы. Сто баллов. Я постоянно ною. Кто из вас быстрее бегает? Кто из вас более внимателен к людям? Нет, кто из вас больше любит сладкое. Я думаю, что я больше все-таки. Ты, даже когда вот там на завтрак что-то выбираем, ты больше засоленый все. Кто из вас больше любит детей? Детей вообще типа чужих всегда. Кто из вас больше любит? Мне тоже кажется. Наш ответ просто. Можешь крызать. Не любит детей. Кто из вас более веселый, радостный, оптимистичный и позитивный? Получается, я пенсионистичный. Нет, ты более радостный. Но я тоже радостный. Любая, все будет хорошо. Кто из вас более тщеславный? Это я. Я лучший. Кто из вас больше романтик? Последний вопрос. Романтик? Раза. Смотри. Любовь. Любовь. Это как заботливость. Ну иди сюда, я таксуруйте. Вышли мы на первую прогулку. Живем мы на вот этой центральной площади. Здесь такой круг. Вот как раз мы здесь живем. Я увидала фонтан. Можно пить воду прямо на улице. Такая большая открытая кухня. Буквально только что заказали хачапури. И вот нам уже их выпекают. Ева, бери круг. Ой, надо шляпу ей венчить. А где? В сумке. Здесь? Нет, там. Мы отправляемся на наш первый завтрак. Посмотрим, чем нас встречает Армения. У нас с собой единственное только кокосовое молоко взято. Свое, чтобы в кашу добавить или в кофе или куда-нибудь еще. Что это такое, Ева? А что это? Витаминки. Витаминки. Мы их откроем на завтраке, ладно? Сейчас пойдем. Это мои витамины, а это Евины. Ева, покажи бутылочку. Ага, тут витаминка D. Я, кстати, знаете, что с этим платьем начала носить велосипедки. Почему? Потому что оно очень летящее. И на улице, чтобы вообще свободно себя чувствовать, очень удобно, между прочим. Проходим мы, знаете, сейчас мимо этого места. И вот такие здесь люди обедали, ужинали. Ким Кардашхен. Здравствуйте. Хотя оценка у этого места не очень-то высокая. 4,4. У местных заведений бывают и 4,8, 4,7. Но, наверное, попробуем как-нибудь здесь пообедать. А пока мы идем искать Еве горшок. Астракционтик. На самом деле стало очень жарко на улице. Девочка, только не бросай, пожалуйста, на пол. И мы спаслись в какой-то кофейне. Будем сейчас разбираться с новой игрушкой. И пить кофе с вкусняшкой. Очень хорошо, что мы взяли отель с бассейном. Таких, кстати, было немного в Ереване. Потому что сейчас жара, вообще делать нечего в городе. У нас хотя бы есть бассейне. Спассейне в виде бассейна. Кстати, попробуйте как-нибудь поиграть в жмурки в бассейне. Это очень весело. В идеале, конечно, чтобы кроме вас там никого не было. Чтобы никого не напугать. А с Евой получается еще смешнее. Она выдает своими звуками, где я нахожусь. И Денис с закрытыми глазами гоняется за нами. А потом наоборот. Благодаря вам у нас сейчас есть план на два дня, что делать в Ереване. И надеюсь, будет вам тоже это видео полезно для тех, кто соберется сюда. Потому что мы прям собрали, мне кажется, лучшие места и где вкусно поесть. Хотя есть мнение, что в Армении все и везде вкусно. Что это? Я их купила в Африке буквально за 10 рублей или за 20 рублей. Ну, в общем, там что-то очень было смешное. Но они вот так вот деформируются печально. Кстати, хотите очень интересную новость? У Евы прорезался зуб. Самый дальний. Я, кстати, заметила, что она в последнее время будто часто все в рот берет. Вот как в тот период, когда у нее активно резались зубы, до года еще получается. И она в целом такая капризулька стала. Так все бросать начала. Ну, я подумала, окей, скачок рост какой-то. Оказывается, это скачок зуба. Местный Адидас. Поздравьте нас с обновками. Белый, розовый. А Еве ничего, к сожалению. Мы зашли в Долмаму. Очень такое атмосферное место. Но никого нет. Просто ноль людей. Вообще просто пусто. Очень классный дворик. Тем, что в тенечке. И, в принципе, так уютненько все. Это, по-моему, виноград, кстати говоря. Сейчас будем пробовать национальные блюда. Так как мы мясо не едим, конечно, большая часть армянской, грузинской кухни нам не заходит. Но ничего. Здесь, например, была постная долма. Там составит чечевица. Так что попробуем все равно. Ягодка упала. Да. Рулетики из баклажанов. А внутри грецкий орех. Еще что-то. У тебя, у меня, Ева, кусочек хлеба. Мне кажется, даже Еве понравится. Это значит долма. Долма – это что-то завернутое в виноградные листья. Вообще, в оригинале, конечно, мясо, но холодное. Я заказала постную. Здесь чечевица, свекла, фасоль. Я не хватает. Ягодку нашла среди всей долмы. Вкусно? Ну, как будто хочется вот это блюдо теплым. Горячим. Ну, вкусно. Не очень эстетически красивая, конечно, картинка, но это суп. Авиалук. Это лук или зелень? Просто. И тут еще чечевица есть в уставе. Очень вкусно. Вот можно было только это. Я бы с удовольствием двойную порцию съела. А давай сейчас папа цветочек сделает. А мы должны будем угадать, что это за цветочек. Цветочек. Конечно, я же мастер по цветочкам. По скульптору. Итак, гвоздь я уже сделал. Осталось. Банки. Бантик? Да. Смотри, Ева, цветочек. Кошечек. И во что папа лепит? Кошечку. Кошечку? Да. Голову. Что за... А где они ушки милые? Почему? Она похожа на человека, который... Маньяк какой-то нападает. Его правда зубки чешутся. Кошка. Ты хоть не порвала. Ева, смотри, кошка. Кошка, няу. Няу. Покажи, покажи нормально, не дергайся. Ух ты, ну неплохо, слушай. А теперь это колбакошка. Упаковка пластилина, который не липнет к рукам. Упаковка. Упаковка. А как ты сейчас говорила? Май. Ты обнила папу? С мячиком. Давай обнилась. По вашим рекомендациям мы приехали в Ереван парк. Парк аттракционов. На входе вот такая красота. Это гортензия такие? Ну, да, это гортензия. Не, не пакнусь. Ну, это гортензия. Не, настоящее? Ну, да. И я внутри как самая хитрая. Ух ты, красота. Я в шоке. Что происходит? Блин, здесь так классно. Это прикольный парк. Вообще классный. На улице продолжение парка. Вот такое. На закате солнышко. Ева управляют нами. Куда мы идем? Идем туда, куда Ева хочет. Проверка по росту. Есть. Подними голову ровно. Почти. Ладно, пока. Спасибо. Высоты боитесь? Не? Не. А голова туже. Не. Ева, смотри, мы поднимаемся высоко-высоко. Ой. Что происходит? Знаешь, я, короче, не контролирую. Сюда? Да. Мы что-то много вертимся. И так, и так, короче. Интересно? И так, и так, и так. Интересно? И так. Да. Отжигаем на детских аттракционах. Ого, скорость-то. Ева, нормально? И так, и так, и так, и так. Она для взрослых, Евочка. Ты еще маленькая совсем. Я, конечно, понимаю, гены. Мы откопали самую страшную горку и идем по отдельности. Но лучше так, чем никак. О, смотри. Едет. Замонарись, мама наверх поднимется. Сегодня романтика на завтраке будет у меня, потому что я ушла раньше почитать. Но Ева проснулась тогда, когда я уходила, поэтому не знаю, сколько у меня времени. Итак, мы на прогулочной улице. Это, как знаете, Арбат в Москве. У нас в Екатеринбурге называется улица Вайнера. Пешеходная улица. Ну, здесь единственная вот эта дорога. Разные магазинчики, кафешечки. Мы, если что, вышли в 9 утра, потому что очень жарко. И уже в 9 утра, по-моему, градусов 27. Но мы уже, на самом деле, предвкушаем наши горы. Они будут завтра, потому что там и жара будет легче переноситься. Ну и, конечно, виды. Смотрите, что произошло. Я встретила Мане. На этой пешеходной улице как раз. Очень рада. Очень рада. Очень рада. Очень рада. Можно сел? Конечно, можно. Так интересно, что у собак вроде они уличные, бродячие. Но у них на ушах вот такая вот проколота штучка, бирка. У каждой разная, со своим номером. Это, видимо, от города, что ли. Они как-то помечены. Ева все хочет их потрогать. Мы обычно разрешаем, когда у нас в парке или там чьи-то домашние собачки. А тут как-то упасненько. Мы идем снова пить кофе, потому что пока мы в столице, нужно, Денис сказал, попробовать местный кофе. Потом мы будем в горах, и там не факт, что он вообще будет. Ева, будешь пить кофе? Скажите мне, кто-нибудь видел такие мыльные пузыри, которые остаются на волосах? Ну и вообще, в принципе, везде. Вот такие мыльные пузыри малюсенькие вообще, вот смотрите. Но у них есть на самом деле минус. Они вот такую пленку после себя оставляют. Такое красивое оформление кофе. Смотрите, пистаканчики. Дайте руки, банды-команды. Один, два, котик, рука. Ну я подожди, могу. Три. 37 градусов, на улице вообще невозможно существовать. Мы идем на рынок, который, к счастью, находится под навесом, а значит, там не будет так жарко. Что тебе дали? Я не знаю, мне сказали, это чудо. Сейчас я укушу тебе, да? Мама первая. Там сухопутки, мол, это, гриб, грецкие орехи, все смешали и наверху кушали. Везде все дают. Ну, смотри, хочешь еще это? Ой, тут червяк ползает, боже мой. Это сладкий-сладкий, кушает. Я понимаю. Лаваш-пеленка. Чувствуй, запах какой свежий. Чувствуйте, очень-очень свежий. Как вы считаете, что это? Ваши догадки. Что это может быть? Это грецкий орех зеленый. Он из-за йода становится черным. А потом его варят в сладком каком-то сиропе, типа варенье делают. Устала? Скажи, все тут меня любят, все обнимают, все на ручках нос. Мы оставили здесь состояние. Следующее место, которое вы рекомендовали для посещения, для еды точнее, это лаваш. Вкусненько. Мы узнали, что баре, по-армянски, это бевец, это пули, просто пули. Это соус из бевецких орехов. Может, ты будешь пробовать? А, давай. Давай. Какой блок? Давай я теперь салат пробую из овелука. Это конский шевель? Или шевель? Посмотрим эти эмоции. Что-то улыбаешь как-то. Не по-доброму. Ну, это странно. Кислый? Нет? Сухой? Я только на прошу сено ем. Села? Он же конский? Он даже пахнет ханиной. Это малиновая клубника. Малиновая клубника. Скрещение. Писка-па! Спать. Ну что, закончились наши три дня в столице. Вот эта вся часть чемодана наполнена подарками. Поэтому наши вещи уже не помещаются. Мы их будем как-то так просто за собой вести. Денис уехал сейчас за машиной. Точнее, ушел пешком за машиной. Мы вчера на рынке накупили столько фруктов и не успели все съесть. Я хочу вам показать просто размер черешни. Посмотрите! Я не знаю, камера передает, но в соотношении с моей рукой это реально очень большая черешня. Или вот, пожалуйста, абрикосик. Чисто с мою ладонь почти. Все очень, конечно, вкусно. Невероятно просто. За ваше здоровье! С таким видом Ева еще, конечно, на горшок не ходила. У нас установочка. Взяли фруктики. И вот в таком лесочке отдыхаем. В тенечке. Как там в песне поется, наши стены сосны великаны, только здесь наши стены горы великаны. Потому что они прямо повсюду, справа, слева. Мы ищем, где можно пообедать и поехать дальше. Такое атмосферное место мы нашли. Здесь нет меню. Просто все нам на словах объяснили, что есть. Что из чего можно сделать. В общем, не знаю, что нам принесут. Но зато, наверное, все будет такое домашнее. Просто, знаете, у нас есть фасоль, есть помидоры, есть огурцы. Что-нибудь намешаем. Прикольно. Тут, кстати, уточки есть. Привет, корова! Вот это с рогами не бык? Вот, смотри, котик. Не подходи близко. Белая. А, вымя. Как-то они опасно нас смотрят. Пойдем-ка назад. А по пути в наше место назначения мы заехали на Джермукский водопад. Очень красивое зрелище. По-другому называется волосы русалки. С Евой по дороге уснули. Денис восстанавливается и говорит, пойдем чекочек покажу. И нам открывается вид. Мы только что с Денисом посчитали, что у нас 8 часов сегодня в дороге. Это рекордное количество часов с нами, с Евой точнее, в машине. Не скажу, что это как бы супер легко. Конечно, ей однообразно сидеть. Хочется куда-то выходить. Но, собственно, мы и устраиваем всякие выгулы. Останавливаемся примерно каждый час, наверное, да? С собой мы, конечно, взяли всякие развлекушки, маленькие игрушки. Всякие вот такие вот поп-ит всякие. То, что занимает время, ну, не скажу, что прям очень долго, но зато много такого маленького. Перекусы тоже на это время. Там всякие маленькие орешки, ей все это нравится трогать, есть. И на крайний случай, конечно, есть мультик, скачанный заранее. Вот прямо сейчас мы, например, играем в игру. Желтый. Игра-раскраска. Короче, какая-то развивающая игра. Когда терпения и сил уже нет ни у кого. Ну что, наша дорога привела нас туда, где мы сейчас находимся, где мы живем. И живем мы здесь, к сожалению, всего лишь две ночи. И наш подъезд сюда был очень смешной, потому что это были очень неровные дороги. Какие-то кривые абсолютно. Такое ощущение, что мы заехали явно не туда. Стоит какой-то развалистый дом. И нам Google показывает, что это наш дом, в котором мы будем жить. В котором оценка 9,8. И в котором есть бассейн. И бла-бла-бла. Мы уже супер уставшие выходим. Смотрим, что понимаем. Нет, вряд ли мы там будем жить. И тут я вижу рядышком следующий дом, буквально за ним. Который выглядит чуточку получше. И вижу название нашего отеля. Точнее, нашего дома. Наши мини-виллы, можно даже так сказать. И знаете, это тот момент, когда внешне вообще не равно тому, что внутри. Потому что мы заходим. И заходим просто в райское место. Каждую дверцу, каждую деталь этого дома построил сам хозяин. Здесь все прям настолько круто по качеству, настолько круто по стилю, что мы вообще в шоке удивляемся с каждой секундой. Просто рядышком стоят такие, знаете, бараки заброшенные. Особо без света. Чтобы вы понимали, рядом у нас петухи, куры, бараны, коровы повсюду. То есть это такая деревушка. И вот этот дом, он безумно отличается. Сейчас у нас с вами будет небольшой тур. Так как я уже нахожусь здесь, это ванная. Мне невероятно нравится оформление камнями. Там такая подсветка. Денис, кстати, предположил, что хозяин, владелец дома, возможно, раньше работал в какой-нибудь строительной компании. В некоторых просто отелях не так круто, как сделано все здесь. Начинается вообще дом вот с такой зоны кухни. Здесь есть, в принципе, все для всех. Кстати, да, здесь может поместиться 12 человек. Но нас здесь строят. Зато очень весело играть в прятки, я вам скажу. Весь гарнитур выполнен из дерева. Тут уже немножко наших фруктиков. Такое окно. Ну, вы уже видите немножко, наверное, виды. Мы туда вернемся позже. Там Денис с Евой на качельках. Кулер. Понимаете? Кулер. Ну, действительно, для нас это просто в такой деревушке додуматься поставить кулер, который будет работать. У него будет горячая, холодная вода. Ну, это прям суперклассно. Зона, где можно поесть. Мы пока здесь еще ни разу вообще не сидели. Здесь у нас такая тумбочка. Больше положить мелочи какие-то. Зона гостиная. И вот сразу же можно отсюда увидеть спальня, 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 спальня. На примере вот этой комнаты, конечно, так себе показать, потому что это наша гардеробная. Так как на две ночи мы не стали ничего расфасовывать в шкаф, тратить на это время, мы решили больше кайфануть на территории и расслабиться. Поэтому такой здесь бардак. Но эта комната у нас отвечает за наш гардероб полностью. А здесь мы спим. Мы соединили две кровати и спим здесь втроем. Но очень просторно. Не знаю, передает ли вам камера. И точно такие же две спальни здесь. Ничего лишнего. Уютненько. Ладно, выходим в самую интересную часть. Большая тоже здесь зона крыльца. Вот там мы припарковали машину. Там уже наши соседи. Вот петух в три утра сегодня пел нам песенку. Ну, вот так достаточно неприметно этот домик выглядел внешне. Но здесь даже самое главное не сам домик, сколько, наверное, вид. Спускаемся сейчас вниз. Такие продуманные очень зоны. Мне нравится. Есть где посидеть, уединиться там парочками или одному даже. Еще одна беседка. Вот спускаемся. Беседка на 8-10 человек. На 12, я не знаю, это все поместятся кому надо. Кстати, здесь сегодня Денис видел уже змею. Вроде это был уш. Вроде он безобидный. Интересно, будто над пропастью вообще висит. Яблонька, гамак, зона костра. Сегодня будем разводить костер. Вот это, кстати, он сделал буквально вчера. То есть прямо перед нашим приездом сделал вот эти дверки. Безумно уютные на самом деле. Мы бы поставили 15 из 10, наверное, баллов. Вот этих стулья очень огромные, барные. Это сделано из шины, представляете? Это еще не все, потому что здесь есть ванная на этом этаже. Типа ты там искупался в бассейне, прибежал сюда. Все очень прям лаконично, симпатично. Я была бы не против, на самом деле, если бы это был обзор нашего дома. Последнее, что я вам хочу показать и перейдем уже к виду, это отдельная прачечная. И больше всего меня здесь порадовало наличие сушки. У нас накопилось за 5 дней грязное белье и очень удобно. Постирал, высушил. Ну что, выходим из пещерки и пойдемте в самую красивую часть этого домика. Вот чтобы вы понимали, сутки здесь стоят дешевле, чем сутки в Ереване, которые мы проводили вот недавно в номере. И это вообще не сравнится, ну вообще. Ну я, конечно, понимаю, там столица. Вон курочки, кстати. Но это, это же просто невероятной красоты место. В бассейне тоже куча продуманных штук. Тут и градусник есть, и очиститель. Еще какой-то фильтр. Единственный его минус, он неподогреваемый. И поэтому там как бы так свежо. Ну 26 градусов. 27? Ну давайте, можно искупаться. Качелька. Еве там очень понравилось качаться. Огромная территория просто пустая. Наверное, здесь можно что-то придумать. Не знаю, играть в бадминтон. И вот здесь куча подушек, стульчиков. И вот он. Привет! Ева тут так много жирности встретила за один день, сколько не встречала за всю жизнь, наверное. О, она пошла в бассейн! Евочка, тебе нравится здесь жить? Да. Да? Да. Это восторг. И мы сюда вернемся. Думаем, с мамами вернемся сюда. Если они согласятся. Они у нас не особо соглашаются на путешествие куда-либо. Будете арбуз? Можно девочке корову потрогать? Он по-русски, наверное, разговаривает. Пахнет молочком, да? Немного жирности в этой местности. Хотела сейчас взять свою металявку. Я и передумала немножко. Такой красавчик тут сидит. Усиками шевелит. Заведений здесь, конечно, не очень много. Мы приехали сейчас во второе заведение из двух. В основном картошка фри. Очень здорово, что есть овощи-гриль. А, салат с фасолью. Это все, в принципе, что здесь есть. Ну нет, здесь есть еще сосиски, но типа нам сосиски все равно не подходят. И примерно такой наш рацион на ближайшие три дня. Мы просто с дороги увидели какой-то красивый вид и идем туда пешочком. Субтитры сделал DimaTorzok Переехали мы в местечко неподалеку. Интересное такое место. Можно жить вот в таких бочках, а можно в домиках. Мы поселились в двухэтажном домике. Вид с балкона просто невероятный. Красиво. Красиво? Да. Красиво. Совсем забыла сказать про такие моменты, как цены здесь. И они здесь намного более приятные, нежели у нас. И в плане еды, и в плане продуктов, и в плане отелей. Вообще прям радуется душа. Пойдем вместе на балкон. Эта девочка немножко капризулит, потому что у нее режется еще и второй зуб. Пойдем на первый этаж. И тут. По лесенке пойдем спускаться? Да. Пойдем. Пойдем. Два зуба одновременно. Это, конечно, очень весело. Потому что толком она не хочет ничего есть. Хочет все грызть зубами. Очень ей нравится есть хлеб, лаваш вот местный, потому что она у него цепляется прям зубами. У нее прям там кровит на самом деле один зуб. То есть болезнь она достаточно выходит. И, ну, так, настроение не очень, я бы сказала. О, Ева, яблоко, смотри! Лево-биско. Сейчас в Еревану везем с собой такой пакет яблок сушеных. Нам очень они понравились. Вот, кстати, они тоже хорошо зубы чешут. И второй момент. Это местная гостеприимность, от которой мы приятно удивлены. Точнее, которой мы приятно удивлены. Вчера, например, мы решили просто выйти погулять вечером. И даже не смогли с места нормально сдвинуться, потому что то одна семья к себе зазывает. Просто мы незнакомые как бы люди. Там женщина вышла килограммом черешни угостила. Потом какой-то мужчина наставил Денису вина попить. Мы зашли внутрь. Там посидели с детьми, поиграли. В общем, как-то все очень непривычно для нас на самом деле. Но это вот радушие и гостеприимство, оно вообще во всем. Все везде угощают, приглашают. Ну и побывать в Татхеве и не прокатиться на их канатной дороге невозможно. Ведь она впечатляет своей длиной и живописными видами. Кстати, она входит в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная безостановочная канатная дорога во всем мире. Это что такое? Черковица. О, сушеная, да? Да, да, да. Спасибо большое. Очень вкусно. А тут у вас... А возьми, бабушки, возьми. Зверобой. Для почки и железда. Когда почки болит. Я вам покажу. Иди смотри. Все у нас. Можете, дядя, иди. Смотри, Сучок, это домашнее. Я готовила. У нас тут с питанием для Евы немножко сложности. Потому что в меню ни одной позиции для нее подходящей особо нет. В общем, мы купили в каком-то местном магазине овсянку. Попросили сейчас ее на кухне сварить. У нас есть кокосовое молоко, арахисовая паста и банан. Короче, сделаем домашнюю кашу. Меня часто спрашивают, что так долго можно делать в горах. Там же в целом одно и то же. И почему мы всегда выбираем между морем и горами горы. Горы – это невероятно сильная энергетика. Это такая мощь, но в то же время ощущение, будто ты дома. И тебя обнимают. Новое место в нашем списке. Мы приехали на мост пешеходный. В каком-то очень красивом месте. Одной рукой. Большую бутылку. Вот он. Все поднимаются очень запыханные, очень уставшие. Денис говорит, что мы подготовлены и с нами такого не произойдет. В нем было 8 часов поднимались. Ну да. И там ступенек не было. А вот и сам мостик. Здесь жить хочешь? Вон, заднюю, подругой. Прям чуть-чуть к переду. Вот так вот, да. Привет. Тебе хочешь прогладить? Да. Космотри, сзади не подходи. Ладно. Прижигали в детстве. Видишь восьмерка? Да. Ну да, клеймо, чтобы знали откуда. Жалко. Ну что, у нас очередные сборы чемоданов. Новое место. И еще не последнее. Сразу же спойлер. У меня спрашивают часто, как мы находим места такие живописные, красивые. Вообще, что ты можешь посоветовать? Букинг. Букинг. Все. Секрет. Ну просто в букинге открываете карту. Сначала можно загуглить, где красивые горы. Там какая-нибудь местность написана. Допустим, Татев. Или Татев, правильно? Татев. Вот. Потом в букинге нажимаешь Татев. Он говорит. Вот в Татеве есть 15 мест для жительства. Татеве. Татеве. Дальше в этих 15 местах жительства какую-то фильтрацию можно сделать по деньгам, по пожеланию, например. Должен ли быть бассейн, сколько комнат, сколько гостей приедет. И он там, допустим, оставит 4 варианта. Из них уже выбираете. То есть фильтровать надо. Да. Но скажу честно, все варианты находил пока что Денис. И если я параллельно с ним ищу в той же местности, и вроде бы по тем же критериям у меня не получается находить. Вот следующее наше место будет Чирлини на обрыве находиться. Там очень высокая оценка. 9 с чем-то. И, к сожалению, там нет свободных номеров на все оставшееся наше время. Поэтому мы будем там всего лишь 2 дня. Но и это уже круто. Там есть бассейн. Я хотела, чтобы там было побольше детской активности. Потому что пока что все, где мы не были за эту поездку, нам было круто. Нам было классно, что посмотреть. Но Еве маловато именно развлечений. Мы их сами, конечно, организовываем. Да, в принципе, даже вот выйти на улицу, поковыряться в камушках, на качельке где-то покачаться, это уже круто. Связь с природой. Тут коровы всякие, ослы ходят, лошади. Это все тоже прикольно. Но, мне кажется, классная такая опция, когда у отеля есть небольшая детская игровая площадка, бассейн тот же. Это сразу же плюс 100, наверное, к путешествию. Поэтому следующие 2 отеля, нас ждут еще 2 отеля, они будут просто прям, знаете, вишенка на торте. Завтра снова 6-8-часовой путь в дороге. Кстати, 21 июня был международный день йоги. Так что мы отпраздновали его набором асан на нашем балкончике. А можно кусить тебя за левую щечку? Давай, тихонечко буду. Куда ты повернулась? Я вам покажу, как мы ложимся. Здесь, значит, вода, няня, горшок на ночь. Один раз Хева ходит на горшок ночью. А здесь все вот так вот забито подушками, одеяла, чтобы было мягко. Вот такая красота. Один раз Хева ходит на море. Эй! Кого, какого она? Эй! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такой у нас заезд приятный произошел. Наконец-то мы доехали. Ева сразу увидала детскую площадку. Пока Денис на ресепшене, мы здесь. Наконец-то что-то есть для ребенка такое. Это манго. Здесь я, как вижу, мы сможем обедать, ужинать, завтракать. Ева развлекаться здесь. Что за идеальное расположение. Просто довольный ребенок. Наконец-то что-то есть и для меня. Штульчики. Там мы уже приглядели квадроциклы. Возможно, возьмет Денис один, а возможно, все вместе. Вот такая обзорная площадка, можно сказать. Качели. Вот с таким видом. Мы наелись и отправимся сейчас купаться. Всю дорогу я Ебу кормила этим. Что мы едем в бассейн, уедем в бассейн, едем в бассейн. И вот мы приехали. Ты готова? Да. Бассейн. Ева, к сожалению, завтра без тебя поедем. Катайся сейчас. Евочка, вот попробуй позвать папу. Нет, кому к вам? Ты же одна? Скажи, иди ко мне. Иди ко мне, Ева. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. А если я так же буду? Территория здесь, конечно, обалденная. Такое ощущение, что мы находимся вообще... Хотела сказать, не в России, но мы и так не в России. Я даже не знаю, с чем сравнить. Знаете, говорят обычно, о, как в Европе. Но мне кажется, в Европе было даже не так. Еще пить его страшно. Кем мой блогер? Бедный блогер. Ева, как тебе мамина внешность? Смазка для лица. Понятно. Так ты меня посмотрела и говоришь, мам, мне жаль тебя. Вот этот пирожок щекастый никак не засыпает. Нет. Почему? Не буду. В смысле, не буду? Ты сказала, хочешь спать. Мы ушли из бассейна. Да. И почему ты не спишь? Любишь. Почему? Я пойду. Все, я тебе накрыла. Осталось только глазки закрыть? Да. Закрой. И уснуть. Все, спи. Пепеночек наконец уснул. Мама ушла отдыхать. Мы тут спросили об услуге няни на час. Решили с Денисом на квадроцикл покататься. Будет стоить 4000 драм. Это 650 рублей примерно. Вообще, мы подумываем в Армению вернуться еще обязательно. И уже в следующий раз, наверное, может быть, это будет с мамами. Мы с Денисом могли бы Еву оставлять с мамами и сами уезжать на пару дней или куда-то еще. Какие-то экстремальные здесь штучки пробовать, потому что здесь есть рафтинг, полеты сверху, прыжки. Ну, короче, как мы все любим. О, наша тема. Папка запотела? Да. Ну, да. Все мокрое, правда. Да, жарковато. Это прикольно, самые последние 20 минут, самые классные, да? Когда втопили. Может, бассейн пошли? Да вряд ли, у меня больно. Пойдем. Ева, наверное, просила в буль-буль. А, не, да. А, там. Опа. Опа. Пришли, пришли, пришли. И снова мы в Ереване. Здесь уже будем до самого отлета. И вот, честно, я даже не предполагала, что наше путешествие закончится так, как закончилось. Но обо всем по порядку. Обзор последнего нашего места проживания. Пятого по счету. Вас встречает горшок. Здесь небольшой туалет. Здесь немножко ушатанная дорога я. Кроватка. Евина кроватка сразу здесь. Я открыла ей ход. Она сейчас такая довольная, что может сама туда залазить. А еще здесь нам постельное белье сделали Микки Маус. И у нее сейчас как раз футболка Микки Маус. Ева, покажи мне свою футболку. Вот она. Полизай в свою кроватку. Тут душевая кабинка. Мы все молились, чтобы у нас была ванна. Но нет. Ничего, дома искупаемся. И такая гостевая часть. Круто. Я прям вижу, как мы будем здесь играть в прятки. Как много мест, где можно спрятаться. Мы, кстати, последнее время практикуем непрятки. Именно о жмурке. И Ева играет за того, кто прячется. Что у нас здесь? А здесь у нас дорога. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Сколько дней вам хватило для отдыха? От Света, пожалуйста. Мне 9. 9? Я бы вчера улетел. Да. Я бы завершил бы горами и улетел бы. Почему не можем улететь раньше? А, самолет не ходит? Да. Не ходят. Не ходят пешочком. Да, еще раз на дерево. Да. Пришлось лететь либо на 7 дней, либо на 14. Ну, прикольно. Все равно как бы хорошо, конечно. Из развлечений у нас будет здесь бассейн. И прятки, я чувствую. Ну, и по городу будем куда-нибудь ходить. Просто сейчас плюс 40 в Ереване. Это, конечно, так себе. Мы тут с Евой увидели у одного мальчика машинку. И сейчас в поиске нее прошли весь торговый центр. Вот она. Ты на BMW. Даже у нас с тобой нет BMW. У нас уже небольшой шоппинг случился. Все для Евы. Дома уже покажу, что купили. Тут, кстати, цены ниже даже в таких магазинах, как Zara. Можно только внимательно быть. Чтобы заказать кофе, надо 4 раза пригласить к центру. Первый вкусный кофе в Армении. Это Евен клубнично-банановый сок. Тире смузи. Суп из брокколи выглядит как пюре на самом деле. Но он вкусный, просто он пока очень горячий. Большая тика-тика-тика-тика. Сейчас мы подшутим над машинкой. Мы поставим вот так вот, чтобы она замкнулась. Так, едешь, едешь, едешь. Едешь, едешь, едешь. Похоже, здесь я уже ездила. Я запуталась. Кажется, я это проверю в 5 раз. Евы, хочешь спать? Да. Пойдем? На завтрак? На завтрак? Кусто. Аж ты мой сладенький. Знаете, почему я спускаюсь одна на завтрак? Потому что, когда я пошла вместе с Евой и Денисом, я бы сказала, обратно, обратно. Я говорю, ты едешь с папой? Он говорит, да. И я иду отдельно. Они пешком, и я на лифте. Такой небольшой, уютненький завтрак. А теперь кушается здесь. Я обещала показать, что мы вчера купили. Что мы купили? Панамку. Еще. А, здесь еще есть трусы, но мы их не покупаем. Не надо. Тем временем у меня хорошие новости. Мне пришла идея сделать встречу здесь, в Ереване. Потому что очень много от вас получают сообщений, что такая уникальная возможность, что мы впервые, и я не знаю, когда еще погибаем в Армении, именно вот в Ереване. Абсолютно без подготовки. Я прямо сегодня, наверное, через час оповещу в сторис, что через три часа мы можем встретиться в торговом центре, посидеть, поболтать, кто успеет, буквально на часок. Кстати, последний раз у меня такая типа фан-встреча происходила в Екатеринбурге на сто тысяч подписчиков. Я обалдела от количества людей, которые пришло, но там я предупреждала прям так нормально. За неделю, по-моему, и на Ютьюбе, и в Инстаграме. А уже такой вот миллионной аудитории я ни разу не устраивала в фан-встрече. Интересно, как все пройдет. Немножечко уже волнуюсь. Сейчас с Евой идем в детскую комнату. Здесь на втором этаже есть какая-то зона детская. Я там еще не была. Пойдемте вместе. Потом у нее сон. Я как раз соберусь. Пойдем. О, прикольная такая зона. Никого тут нет. Тут домик, машинка, столик. Я уже в торговом центре, где будет проходить встреча. И пришла немножко заранее. Зашла в Зару. Сейчас будем с вами выбирать платье. Но это не навстречу, а просто так чисто для меня, чтобы расслабиться и убрать волнение, наверное. Черное, розовое, белое. Я начала с черного. Очень, очень крутое платье, но немного откровенное. Когда я наклоняюсь хоть немножко, видно абсолютно все. И меньше размера нет. То есть это XS. Если бы чуть-чуть повыше вот эти лямочки были бы. Но, наверное, в этом весь и прикол, да? То, что вот это глубокое декольте. Очень красивая спина, особенно когда загорелая кожа. С сандалями тоже классно смотрится. Мне очень нравится. Здесь, в принципе, если я наклонюсь, тоже будет все видно. Но, может быть, просто не надо наклоняться. Оно очень классное. И такое бесформенное. Его, кстати, во время беременности тоже можно будет надевать. Здесь, кстати, вот эти штрипочки хотя бы регулируются. Их можно взять повыше. Но, правда, выше некуда. Тут вот эти вот треугольники ровно под грудь. Она такая прямо длинная-длинная. Скорее всего, его я возьму. И третья белая. Ну, если честно, она мне нравится меньше всех. Как бы она симпатичная, но простоватая. Единогласно. Да, ведь? Уже в 15.04 и в 4 у нас встреча я подойду чуть-чуть пораньше. Сдвину столы. Я не знаю, честно, вообще не знаю, сколько человек может прийти. Если честно, я специально не предупреждала там за 2-3 дня. То есть у меня была возможность еще завтра провести встречу. Но я не знаю действительно количество людей, которые может прийти. И вдруг это все превратится в хаос. Еще и коронавирус, между прочим. Но я посмотрела по статистике в Армении по 100 заболеваний в день. И мне кажется, все-таки не наберется там. Даже 20 человек, мне кажется, не наберется. Сейчас посмотрите. Здравствуйте. Называется, предупредила за 3 часа. Идем туда, где нас не выгонят. Откуда нас не выгонят? Поехали! Уху! Если что, это означает привет красотки. Субтитры сделал DimaTorzok Это невероятное чувство, когда онлайн выходит за рамки онлайна. И когда вас можно потрогать, обнять, послушать, увидеть воочию, это не сравнится ни с чем. Это бешеная энергетика. У нас просто час пронесся как 5 минут. Я предупредила за 3 часа. И все равно пришло столько людей, что нас выгнали с первого вообще этажа, где, собственно, должна была проходить встреча. Потому что мы занимали слишком много места. Так что я не знаю, что бы было, если бы я предупредила за день, за неделю, или вообще супер заранее. Получилось очень по-домашнему так мило и гостеприимно, как и все в Армении. Сейчас у нас будет небольшая распаковка. Что-то отсюда Ева уже потаскала. Потому что вчера вот эти сумки вот так вот стояли. Она там увидела, например, сверху вот этого мишку. И как можно терпеть до завтра. Она, конечно же, его достала. Вот эти, кстати, прекрасные цветы. Тут два букета. Еще ромашки сзади. Это тоже от вас. Как раз они простоят, я думаю, до нашего отлета. Вижу вот такой пакет. Здесь у нас мешочек. Кажется, с черносливом. Здесь вообще очень вкусные сухофрукты, фрукты, орехи, овощи. И я более чем уверена, что это тоже очень вкусно. Обязательно увезем с собой в Россию. Следующий пакет. Здесь вот такая красивая упаковка. Все запечатано так симпатичненько. О, что за милота! Во-первых, это скетчбук. С невероятно милой обложкой. А, листы белые. Я обожаю, когда в блокнотах белые листы. Когда, знаете, абсолютная свобода. Слово свобода. Написание, рисование. Ну, то есть, ничего не разлиновано. Нет никаких там ни точек, ничего. И просто белые листы. Обязательно буду использовать. И вспоминать вас. Тут какие-то деревянные... А, это, наверное, под кружку, мне кажется. С таким же дизайном, с таким же рисунком. И ручка. О, ручка вообще невероятно милая. Мне кажется, вы знаете, кто ее у меня заберет. Раз это ручка мяу. Следующий пакет. Лучин Арган. Ладно. Я не буду пытаться произнести это правильно. Вау! Это, наверное, какая-то косметика. Слушайте, я не знаю этот бренд. Но выглядит очень красиво. Армянский бренд. Масло для тела. Скраб и тонер. Спасибо большое. Но письма я не буду читать. Потому что это самое такое трогательное. И от сердца к сердцу. Следующий пакетик. Здесь у нас травяной чай. Это очень прекрасно. Это очень хорошо. Будем заваривать обязательно. Ага, я тут вижу киндар чоклад. Всякая милота для Евы. Потому что... Тут, посмотрите, какие бантики. Незамысловато очень выглядит. Очень так безобидно. А внутри, между прочим... Здравствуйте. Какое-то армянское вино. И еще вот такая упаковка. Очень так... Дорого-багато выглядит, я вам скажу. Вот тут я не уверена, что именно это лежало здесь. Но в итоге оказалось здесь. Потому что Ева, конечно же, увидела вот эту прелесть. И уже распаковала свою авт. И что-то лежит вот в такой красивой упаковке. Мне кажется, тоже косметика. Да, тоже косметика. Какая-то неправильно, видимо, косметика. Называется Найриан. Национальные миштячки с собой везу. Эта сумка вообще невероятно красивая. Мало того, что это шоппер. То есть я ее буду носить. Обязательно буду носить в Екатеринбурге. Покупки сюда складывать или просто даже вот вещи на прогулку. Обожаю такие сумки. Внутри очень много всего. Тоже я не уверена, что вот этот Мишка находился здесь. Но Мишка оказался в итоге здесь. Ну, он невероятно милый. О, это пастила! О, состав пюре яблочное, пюре сливовое. Далее. Это чай. Тоже травяной чай. Как вы меня хорошо знаете? Ну, что такое? Сушеная дикая мята, шиповник, листья ежевики, чабрец, ромашка. Обалденно. Просто идеально. Больше вот лучше не надо. О, это же чурчхела. Или по-другому называется суджук. В общем, вот такие сосисочки. Фруктовые на веревочках. А внутри орехи. Это невероятно вкусно. Это какая-то коробочка. О, это тоже еда. О, это, наверное, пахлава. Это то, что мы еще не успели попробовать. Сладости, которые хорошо хранятся в жару. И как раз вот в странах Востока. Кстати говоря, в Дубае очень много таких сладостей. Потому что остальное у них просто-напросто портится. Там шоколад, он растопится, все расслоится. А вот такое хорошо хранится. И таких сладостей много. Тут какая-то книга. Книга игрок. Какая-то умная книжка. И здесь лежит кофе. Также здесь есть карандашик. Девочки положили мне карандаш. А, это такая тема, что кончик карандаша можно посадить в горшок. И прорастет цветок. И тут письмо. От троицы, одна из которых дала идею для фан-встречи. Это правда. Потому что за день до фан-встречи я встретила девочку в торговом центре. И она сказала, мы тебе написываем. Мы создали там беседу, небольшую, чат в инстаграме. Что мы тебе написываем, не хочешь ли ты встретиться буквально несколько минут. И уже до этого я тоже так думала. Когда я еще побываю в Армении, в Ереване. И когда еще будет возможность встретиться. И вот она повлияла очень сильно тоже. Но письмо я тоже буду читать сама. Это самое приятное. Тут такой разворот. Кстати, одна девочка сказала, что она бежала с экзамена. И говорит, я ничего не успела купить, но и не надо было. У меня не происходил сбор подарков этот день. Мы просто с вами встречались. Но в общем, она написала от руки, в такси пока ехала. Любовь и счастье. Она пожелала нам любви и счастья. Вот это просто космос. Настолько красивый и стильный рюкзак у Евы, что я завидую сама. Тут вот эти вот значки. Она тоже его уже, конечно же, увидела. Такой хорошенький, вместительный. Я думаю, что она вручную кладь с ним пойдет. Там мы положим ее в какие-нибудь игрушки, водичку ей, перекусики. У меня заканчивается память на карте, поэтому я ускоряюсь. Следующий пакет чисто со вкусняшками. Оказывается, вот эти сладости, они из Армении. Они у нас тоже есть, но вот панда у нас есть в России. А вот этих у нас нет. Это конфетки такие. Последний пакет. Такая красивая книжка. А это вовсе и не книжка, потому что здесь хранится... Это, наверное, тоже ежедневник или какой-то скетчбук. Так, тут письмо снова. А здесь, наверное, ручка. У меня разрядилась камера, как я и говорила, и на последнем блокноте. Здесь тоже, кстати, пустые страницы, пустые листы. Можно заполнять как хочешь. Возможно, эта встреча послужит началом наших встреч вообще в целом. Больно. 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 Не смешно. Мы приехали за птичкой. Денис сейчас дает нашу машину. А мы приехали в какой-то шагнирный магазин по совету, кстати, одной из девочек, которая была на встрече. Магазин «Далан» называется. Смотрите, у нас вот такой вариант появился. Это... Давайте. Вот это бронза, это камень. И 21 тысяча значит примерно 3 тысячи рублей. Но у нас как раз есть память, что у нас павлин был. Сейчас вот эту девочку надо распутить. Девочка, мы летим на самолетике сейчас. Благодаря Еве мы прошли все за минут 10. Там была огромная очередь и нас пропустили в отдельную только для детей, там для как-то бизнес, наверное. И это очень приятно. Я помню, когда мы приехали в Швейцарию, ну и вообще в целом в Европе, там как бы все равны. Ева была еще меньше, она была грудной. И после перелета, немного конючила, нам сказали, все равны, идите в общую очередь. А меня... Едет! Едет! Что произошло? Едите, дядючок. Едет! Едите! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok